всем доброе утро у нас выглянуло солнышко я решила показать вам на свете солнца свои прекрасные орхидеи это сорт тарина посмотрите пожалуйста какая она красивая изумительно посмотрите на ее лебесточки крашеный как будто бы это не крашеный орхидей кота натуральный ее цвет она имеет два цветоноса вот второй цветонос этот второй очень тяжелый я поставила другую подпорку она не может выдержать я ее покупала без цветочков какой цвет неизвестно был и вот когда она мне распустила все вот еще один цветочек цветочки я решила вам ее показать орхидей к очень крат классно смотрится изумительно сортовая ну как по мне мне она очень нравится не знаю как другим любителям орхидей но меня она приводит в восторг корневая у нее в хорошем состоянии покажу смотрите она еще растет на центральном цветоносе листочки не знаю то ли детки то ли что это непонятно посмотрим когда вырастет любит подсвести ветер цветочные почки начинают открываться и в других местах то есть раньше сначала крайние почки открылись а затем остальные начинают открываться я думала это тоже будет цветочную стрелочка но это листочек выбился ничего листочки тоже нужны вот начинает просыпаться почка вот здесь тоже увеличивается размера и вот если открыть чешуйку может быть быстрее откроется но сейчас весна сейчас сама по себе она раскроется так как растение сильная крепкая все у него хорошо очень красивый цветочек очень красивый замечательный сейчас вам покажу другие свои цветы пока светит солнышко а следующий цветочек будет дикий кот он тоже у меня хорошо себя чувствует прекрасно цветет цветок у него огромного размера плотный восковой выпустил новый цветонос из старого цветоноса еще один цветоносик выпускает в общем мой дикий кот любит подсвести корневая у него обалденная изумительная посмотрите его пересаживать пока не буду пусть подсветет листики огромного размера вот моя ладонь пальцы у меня длинная поверьте и он намного длиннее где-то у меня линеечка была вот она сейчас померю примерно 27 сантиметров листик это крупный листик считается смотрите какой красивый цвет лишь хочу вам на солнышке показать вот такая красавица дикий кот дикий кот дикий кот он любой красивый а дикие коты бывают разные у меня немножко желтизной дикий кот бывает просто с беленьким а у меня с другой стороны вот он зеленоватый теперь покажу вам миничка миди наверно орхидея она похожа очень на дикого кота видите только что мы смотрели дикий кот и это орхидейка очень похожа на дикого кота но это не дикий кот эта орхидейка называется барнео она тоже мультифлора очень любит цвести видите цветонос выпустила практически из земли вон самый нижний нижнего листика затем еще один еще один три цветоносика вот такая орхидейка барнео листики у нее маленькие как у дикого кота было 27 сантиметров здесь всего 13 сантиметров но орхидейка тоже прекрасно на солнышке вот так она смотрится теперь орхидейка желтенькая не знаю как она называется какая-то из серии сога она очень плотная это ее подъела что-то то ли этот слизнячок по-украински улитка то ли еще что-то но я ее протравила октары и дырочки перестали показываться на солнышке она тоже обалденно смотрится солнышко что-то немножко начала заходить вот цвет передается на солнце как раз он передает это у меня кода она в этом году выпустила один цветоносик маленький эти цветочки отцвели остался один цветочек ну спасибо ей за это она очень красиво одним цветочком а чего на один цветочек выпустила потому что я ее не удобряла просто поливала водой но она вот растит листочек все у нее хорошо корень растит и не один все у нее хорошо она еще будет цвести и цвести летом может зацветет когда этому угодно будет пока не видно цветочных но корни идут и листики идут а эту орхидей куда пролечилась не все хорошо все остановилось новых дырочек не проявляется цветочек не отпадает значит все у нее прекрасно теперь такая у меня замечательная мультифлорка есть видите как красиво она цветет сколько много цветочка выдает она цветочек такой тоже плотненький темно-чернильный полосочки на каждом цветочке разные а вот этот цветочек выдал он даже как махровый слегка видите как бабочка сверху некоторые ровненькие а этот вот красивенький такой может в будущем он будет бабочкой посмотрим так как орхидейки любят мутировать они могут быть и бабочками вот первые признаки уже есть очень красивый цвет я рада ним это мультифлорка она тоже будет хорошо цвести корневая у нее замечательно бутончиков еще много будет распускаться и радовать меня вот этот цветочек уже подсох засушила на сейчас покажу прекрасного попугайчика на солнце как он яркий какой красивый сочный цвет и края на как нарисованные карандашом корневая у попугайчика хорошая зелененькая листиков новеньких нет но цвет у него обалденный всем советую приобретать попугайчик смотрите как он красиво цветет у него и 2 и 3 цветение домашняя цвет не меняется все время сочный красивый и очень очень приятный смотрите красиво а сейчас будем распаковывать этого далматинца из упаковки доставать и приводить в чувство это растение для начала снимем салфановый пакетик как только я вынула его из пакетика посмотрите какая история все листики разлетелись в разные стороны отпали так будем смотреть что с ним нужно его приводить чувство черное не черно вот еще был цветочек это я купила по уценочки так что здесь хороших корней ждать нечего было так как уценочки есть уценочка но воздушные корни есть это уже радует нового цветочка не видно но смотрите набухла почка нам нужно разобраться с корневой почки набухает все у него нормально здесь нужно разобраться вот плесень пошла сейчас будем разбираться вот смотрите вот эти все чешуйки надо снять потому что вот чернота пошла если этим не заняться то цветочек резко погибнет вот посмотрите как он быстро сбросил эти цветы они держались в упаковке листы листья а затем резко раз и отпали как они могут держаться приступаем листики отвалились нужно разобраться с корневой цветонос пока обрезать не буду посмотрим что с корневой есть и живые корешочки потрясем посмотрим и обязательно нужно будет очистить вот эти чешуйки ой кажется там все в порядке смотрите раз видите чистенькие ну давайте с корневой закончим торфяной стаканчик видите когда он сильно переувлажнен начинают центральные корни загнивать вот как в этом случае для этого желательно при покупке растения снимать этот торфяной стаканчик чтобы не было всяких ненужных но если растение чувствовать себя можно не сразу снимать торфяной стаканчик а дождаться пока цветет растение но снять его желательно видите вся внутри корневая загнила из-за этого торфяного стаканчика если бы оставила дальше гниль пошла бы по стеблю по главному ведь и уже начали листочки отваливаться а этого допускать нельзя так как все растение может погибнуть считанные минуты это надо посмотреть что это за чернота это корешочек и он начал чернеть его пока трогать не будем сейчас отрежем гнилые корни так вроде бы можно ее еще спасти еще во время все это я ее забрала с магазина она там еще побыла началось бы продолжительное гниение еще осталось два листочка если бы эти два листочка прогнили все дальше уже спасти невозможно растения потому что еще повезло в том что есть корневая шейка вот в хорошем состоянии она не пошла сейчас мы это все срежем оставим вот эти зелененькие корешки но не такие мягкие паршивы из какой-то тверденький может быть будет оставим цветонос пока удалять не буду смотрим что тут надо срезать вот этот пучок полностью гнилой его нет смысла держать дальше отрежем так это отрежем конечно по возможности все живое я буду оставлять сухой корешочек внизу наверно придется все срезать так как вот это вот все вот мокрое гнилое сильно-сильно начало гнить и 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 я ее сегодня сажать не буду вот этот пучок весь тоже срежу вот он хотя большой но толку от него он весь тяжелый мокрый будем наращивать новую корневую систему что сделаешь как нарастить систему корневую это я умею вам покажу помогу подскажу оно все мокнущее гнилое вот этот еще нужно отрезать не хочется так много обрезать ну что сделаешь все все отпало а эти воздушные корешочки остались более менее хорошем состоянии хорошо что были хотя бы воздушные корни так бы это орхидейка не выжила конечно желательно отрезать ей сам сам цветонос ну я что-то не хочу пока резать хочу подождать а вдруг она и так процветет хорошо смотрите вот в этом месте вот видите она здесь черная чтобы не было дальше черноты гниения ты вроде бы чешуйки все сняла ну все все убрать невозможно конечно но она сильно мокнущее вот по ней еще от гнилости вот эти жучки ползают которые поедают все гнилое когда корневая гниет они разводятся в земле и начинают размножаться сейчас ее замочу фитоспорине и затем обработаю вот эту часть гнилую максимом так иду за фитоспорином все больше обрезать практически ничего не буду вот этот маленький корешочек обрежу и так много ей всего срезала все за счет вот этих воздушных корней она выживет я в этом уверена поверьте мне сейчас ее вот так помещу в кашпо она будет у меня стоять в кашпо иду разводить фитоспорин смотрите сколько нужно удалить казалось бы купила более-менее нормальную орхидейку а как полезла в серединку сняла пакетик вот видите что значит реанимашка вот этот корешок жалко что он удалился но он был вместе с пучком и наверное я не заметила как срезала его очень жалко этот корешок он такой плотненький хороший ничего не поделаешь удалился значит удалился ну вот здесь мокнущий а дальше хороший корешок жалко жалею видите какой крепкий корешок ну так получилось назад дороги нет обрезано это все я буду выбрасывать этот субстрат сажать не буду он не пригоден больше так берем воду берем фитоспорин фитоспорин я покупала в виде пластилина такой он липкий большой пласт развела по инструкции у меня есть видео как я разводила кому интересно посмотрите и сейчас будем лечить мое растение вот видите для профилактики лечения грибковых и бактериальных болезней фитофторы корневой гнили парши мучнистой росы черные ножки другие фитоспорин очень хорошее средство берем на литр воды открываем разведенный раствор его долго хранить не нужно но можно хранить делаем вот такой консистенции чтобы было черненькое ну как по другому сказать я на глаз делаю это не повредит и заливаем мою орхидейку залила я на уровне шейки практически чуть чуть не достает но я ее буду макать наверное не получится наверное переложу сюда в литровую вот так корневую мне нужно чтоб шеечка была в фитоспорине а не корень вверх ногами я ее листики не буду мочить ничего а шеечка надо чтоб напиталась я хотела еще добавить сюда фундазола но фундазола я не нашла в своем арсенале он где то есть но нужно долго поискать я не подготовила для видео но затем когда она я выйму из этого раствора она немножечко просохнет я обработала таким препаратом от вредителей тоже хороший препарат сажать не буду буду держать орхидейку в пластиковом поддоне без воды а затем буду показывать вам посадочку на сегодня все спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале это была орхидейка далматинец очень красивая орхидейка эти пятнышки сводят с ума ни одного человека очень красивая всем удачи всем пока всего вам доброго а 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 и а Продолжение следует...